Бездомный щенок ослеп, и ветеринар рекомендует эвтаназию. Но тут кот Бутс, живущий в доме, совершает нечто удивительное. И это только начало. Конец истории. Настоящее чудо. В ветеринарной клинике Дженнис прижала к груди бездомного щенка, чтобы тот согревал ее своим теплом. Она нашла маленькую собачку в переулке по дороге домой. Доктор Саммер нахмурился еще сильнее, когда осмотрел крошечное создание. Это плохо, Дженнис. Эти глаза – настоящая проблема. Щенок совершенно слепой. Его голос затих. Он еще раз нежно погладил щенка. С каждым тихим бормотанием сердца Дженнис все глубже уходила в пятки. Слепота – это только начало. Доктор Саммер сказал, что недоразвитые малыши, вероятно, не получали достаточного питания от матери. Он посмотрел Дженнис прямо в глаза. «Нам нужно прекратить это», – сказал он. «Я знаю, это звучит ужасно, но иногда, чтобы быть добрым, нужно быть жестоким». Мысли Дженнис метались. Со слепотой она могла справиться. Но это постоянное страдание. Каждое тихое паскуливание щенка было подобно гвоздю, вбитому в ее сердце. Слезы застилали ей глаза. «Я понимаю», – выдавила она. Доктор Саммер кивнул. В его глазах было глубокое понимание. Он начал двигаться, но Дженнис протянула руку и остановила его. Она попросила оставить ее на несколько минут со щенком, чтобы попрощаться. Он помолчал, затем слегка кивнул. Он знал, что это было самое трудное. Когда Дженнис взяла скулящего щенка на руки, ветеринар тихо вышла из комнаты. Оставшись одна в стерильной комнате, Дженнис прижала к себе щенка, которого теперь окрестили Нанди. Это имя показалось ей невероятно горько-сладким. Она погладила влажную шерстку и прошептала извинения и обещания мира. Дверь со скрипом отворилась. Дженнис приготовилась к возвращению доктора Саммера. Вместо этого внутри оказалась полоска гладкого полосатого меха. Это была кошка из клиники, знакомое зрелище. Обычно кошки обходили Дженнис стороной. Однако сегодня от этого безразличия не осталось и следа. Кошка проигнорировала ее и запрыгнула на смотровой стол. Она нацелилась на Нанди. Сначала Дженнис замерла. Она слышала, что кошки могут нападать на мелких животных, но это не было нападением. Кошка обнюхала Нанди. Затем она приступила к тщательному уходу. Она облизала дрожащего щенка от носа до хвоста. Нанди была слишком слаба, чтобы сопротивляться. Пока кошка работала, тело собаки расслабилось под ритмичными облизываниями. Ее глаза все еще были невидящими, но в них больше не было ужаса. Что-то блеснуло. Было ли это удовлетворение? Дженнис смотрела, не веря своим глазам. Могло ли это простое прикосновение быть тем, чего жаждала Нанди? Слезы потекли ручьем, но теперь они были вызваны другими эмоциями. Если этот крошечный слепой щенок смог найти хоть каплю утешения у сварливой старой кошки из клиники, сможет ли она действительно положить этому конец? Несколько мгновений назад решение было принято в момент душевных мук, но внезапно оно перестало быть таким однозначным. Доктор Саммер вернулся с легким успокоительным, завернутым в мягкое одеяло, но смотровая была пуста. Он вышел в коридор. Сцена, открывшаяся снаружи, была неожиданной и в то же время трогательной. Полосатая кошка Бутс свернулась калачиком вокруг щенка. Нанди все еще была слабой и шаталась, но щенок прижался к боку более крупной кошки, и ее крошечный хвостик слабо забился. Дженнис сидела на стуле. Она сказала, что не оставит ее. Каждый раз, когда я брала Нанди на руки, Бутс шипела и кружила вокруг нее, пока я снова не опускала ее на землю. Доктор Саммер молча наблюдал за происходящим. Это было далеко от поведения животных из учебника, но в Нанди явно произошли изменения. Она попыталась игриво потрепать Бутс по ушам, и когда перед ней поставили маленькую миску со щенячьим кормом, Бутс подтолкнула ее к нему. Ветеринар сказал, что, возможно, я немного поторопился, но нам нужно соответствовать ожиданиям. Она все еще борется с собой. Дженнис уже кивала. Может быть, Нанди и был другим щенком, и ему требовался другой уход, но этот огонек души, зажженный неожиданной медсестрой кошкой, явно не угаснет без борьбы. Доктор Саммер оставил решение за Дженнис и отправился на обход. Дженнис забрала щенка и кошку домой. Под чутким руководством Бутс Нанди исследовала свои крошечные владения. Кошка стала продолжением ее чувств пушистым мурлыкающим проводником, который вел ее к еде, воде и наспех сооруженному лотку для мусора. Босоножка терпеливо ждала, пока Нанди неуклюже передвигалась по комнате. Каждый раз, когда она натыкалась на мебель, кошка-хранительница мягко подталкивала ее в бок, корректируя направление движения. В ее поведении появился проблеск игривости. Нанди неуклюже зацепила кошку за хвост и получила легкий шлепок от Бутса. В янтарных глазах кошке было понимание, стремление защитить выходящее за рамки простого инстинкта. Нанди чувствовала себя в безопасности со своим пушистым опекуном и в этой безопасности начал проявляться ее истинный щенячий дух. Неделю спустя доктор Самнер был поражен. Это был уже не тот слабый, едва держащийся на ногах щенок, которого он оставил с Дженнис. Нанди прибавила в весе, ее шерстка блестела, а движения стали менее неуверенными и более игривыми. «Я этого не понимаю», — сказал ветеринар, осматривая затуманенные слепые глаза щенка. «Она не должна быть такой здоровой и определенно не такой энергичной». На мгновение его взгляд остановился на Дженнис. Она поежилась под его пристальным взглядом. Она сказала ему, что это все из-за Бутс, а затем рассказала ему историю о непоколебимой опеке кота. Доктор Самнер внимательно слушал. Наконец он вздохнул. Это все еще огромная ответственность Дженнис. Слепая собака нуждается в особом уходе и специальной дрессировке, а также в постоянных осмотрах у ветеринара. Остальное он не уточнил. Скромная квартира Дженнис, ее рабочий график и суровая реальность того, что уход за больными означает деньги. Дженнис знала, что он прав. Она сказала ему, что справится. Она все подсчитала в уме. Она возьмет дополнительные смены, продаст вещи, сделает все, что потребуется. Нанди не просто заслужила шанс, она его заслужила. Ее жизнь круто изменилась благодаря небольшой помощи самого неожиданного пушистого друга. Следующие недели были чередой перемен. Дженнис, вооружившись статьями из интернета и советами удивительно отзывчивого доктора Саммер, преобразила свою квартиру. Свернутые ковры исчезли. Вместо них теперь были ровные полы, по которым Нанди могла передвигаться. Низкую мебель придвинули к стенам, чтобы освободить проход. Ошейник с расклешенной подкладкой стал для Нанди системой раннего оповещения. Он весело позвякивал, когда она осматривалась. Буц наблюдала за трансформацией с бесстрастным видом опытного надзирателя. Она стала тенью Нанди. Мягкий удар головой отгонял щенка от углов, а легкое прикосновение ее лапы заставляло игрушку отлетать в сторону, до которой Нанди могла дотянуться. В узком коридоре Буц шла впереди, совершая свою первую пробную прогулку. Нанди следовала за уверенным взмахом ее хвоста. Позвякивание ошейника вторило тихим шагам Буц. Джиннис наблюдала за этим безмолвным общением со слезами на глазах. Одна бездомная кошка помогала другой, одна брошенная кошка нашла цель в воспитании потерявшегося щенка. Ее квартира, возможно, и была маленькой, думала она, но любовь, наполнявшая это простое пространство, казалась неизмеримой. Со временем Нанди расцвела. Под руководством Буц маленькая квартирка превратилась в ее царство. Она научилась узнавать шаги Джиннис, шуршание пакета с лакомствами и писк любимой игрушки. Прогулки по коридору стали более смелыми. Ее слепота не определяла ее характер. Это была лишь одна из грани ее жизнерадостной щенячьей натуры. Осмотры у ветеринара стали обычным делом. Нанди всегда была полна щенячьей энергии. Она влетела в смотровую, как всегда, похлопывая Буц по спине. На этот раз доктор Саммер присел на корточки и нежно провел рукой по боку Буц. «Знаете», — задумчиво произнес он, — «это странно». Буц всегда был одиночкой и никогда не обращал особого внимания на других пациентов клиники. Однако, когда речь зашла о Нанде, он замолчал, как будто только сейчас осознал значение этой кошачьей преданности. Джиннис спросила, не заблудился ли и Буц, и он кивнул, поступив несколько лет назад серьезными травмами, в том числе с поврежденными глазами. Она не могла видеть в течение пяти месяцев. Голос доктора Саммера был тихим, он никогда особо не задумывался об этом. Но теперь в его глазах появилось понимание. Кусочки головоломки внезапно встали на свои места с такой силой, что у него перехватило дыхание. Шли годы, послеполуденный солнечный свет, пробивавшийся сквозь деревья, отбрасывал пятнистые тени на вытоптанную траву. Теперь Нанди была уже взрослой холиной собакой. Она радостно прыгала, преследуя знакомую полосатую фигуру. Буц и Гриева уклонялся от неуклюжих выпадов. Они были совершенно неподходящей парой, большой шумный пес и маленькая проворная кошка. И все же они двигались совершенно синхронно. Дженнис присела на ближайшую скамейку. Исчезла жалостливая женщина, которая однажды принесла умирающего щенка к ветеринару. На смену ей пришло безграничное удивление. Слепота Нанди и скрытая инвалидность Буца отошли на второй план. То, что она увидела, было чистой, неподдельной связью силой обретенной семьи. Она оставила их на улице и опубликовала короткую историю о них и пару фотографий в социальных сетях. Слепого щенка собирались усыпить. Посмотрите, что сделала кошка. Это чудо. И она с радостью поняла, что чудо – это не просто спасение жизни. Это было глубокое взаимопонимание, которое возникло между двумя существами, которые видели мир не глазами, а сердцем. У вас есть история, опровергающая вражду между кошками и собаками. Расскажите нам о них в комментариях. Мы будем рады услышать. На данный момент, однако, мы закончили. Увидимся в следующем видео.